буду снимать видосик 11 июля отпуск проходит сука зря мой смартфон пролежал всю ночь большой миски с рисом и нифига смотрите это новый шкаф так немножко сейчас хорошего в общем в этот отпуск у меня было двое величие сейчас я расскажу короче как отпуск проходит зря мне осталось сегодня среда осталось всего блять ничего и отпуск проходит зря короче чё я мечтала очень давно мечтала об этой мебели мне ее привезли в этот отпуск дядя руслан и заботливо собрал очень любовный теперь у меня вместо кучи вот этих вот шкафов непонятных куда ничего не помещалось у меня есть очень такой удобный шкаф купе он большой смотрите какой я даже отойду чтобы вы могли видеть кошки тут гнездятся какой большой шкаф купе вот такой вот большой шкаф купе можно сэлфи тут делать перед ним а я раньше время боялась спать перед зеркалом не казалось что это как-то плохо когда спишь перед зеркалом вот в общем такой большой шкаф купе дядя руслан собрал один рядом с ним маленький комодик как раз наконец наконец-то там бережка свое блин разложу потому что у меня до этого был вот этот вот этот комод ящики такие слишком маленькие они слишком неудобные вот а вот в этом комоде ящики большие удобные тут я хотя бы блин лифчики свои могу нормально разложить чтобы не мять их вот трусы у меня нет все складывать остался старый стенки только вот этот шкафчик почему она остался потому что и зачем почему я купила именно старую стенку хотя была неудобная только вот из-за этой части где находятся иконы вот на самом деле вот эта часть она ну тренажер у него вот эти вот части сворачиваются и сюда можно нормально подойти если кому-то нужно вот но я туда редко подхожу потому что я сейчас переживаю кризис религиозных чувств вот и практически ну не молюсь вообще я давно уже очень не молюсь не знаю почему какой-то у меня прям какой-то скептицизм на меня напал особенно после всех этих утверждений что женщина должна рожать спасается чьи дороги моя замуж не вышла тени родила очень капец сегодня хотела погулять сходить начну с сегодняшнего дня честно скажу несмотря на то что блин вроде бы все получилось то есть мебель привезли дядя руслану собрал всего хватило ручки 1 на получилось так что все мебели одинаковые ручки то есть все в одной цветовой гамме с одинаковыми ручками все окей блин получилось так что внутри у этого шкаф с одной стороны тут он так весь проворачивается с одной стороны тут полки надо вещи разложить у меня был везде в пакетах там на балконе на кухне пакеты с барахлом вот там вот пакеты блин пакеты все пакеты в пакете вот тут такие полки есть это закрывает шкаф купе вот так вот можно раздвигать это все двигается вот так вот так вот это все двигается центральная часть это тоже двигаться это сделал один чё получилось вышло так тут и получилось я думаю специально заказывала специально ждала ко мне привезут этот шкаф высокий он смотрите он почти под потолок 230 там были на складе шкафы просто два метра 210 они стоили дешевле думаю возьму 230 чтобы он был выше чтобы точно чтобы вот эта штанга мне именно принципиально нужна была именно вот эта вот штанга чтобы она чтобы эта штанга у меня короче говоря тут чтоб вещи висели так что я ношу длинные платья у меня есть несколько прекрасных длинных платьев и смотрите что получается получается так что это штанга рассчитана на каких-то карков тут внизу была еще одна полка просто дядя руслан не стал по моей просьбе ее монтировать но получается так что короче тут место было в середине шкаф только для рубашек для коротких каких-то вещей если еще шуба тут вот более-менее длинная более-менее она поместилась то платья нет смотрите вот насколько просто если у них подола получается моих платьев вот новое платье красиво очень от валберес и подол подметает просто пол вот и все то есть вот висит платье и вот у него подол прям короче до пола доходит вот так вот и то есть соответственно подол все время если его в шкаф запихивать то вот они вот так вот загибаются то есть везде все время тут по подолу все мои платья длинные будут мятые офигительно вообще то есть получается что купила я шкаф в надежде что он мне подойдет зачем-то почему-то я не знаю зачем делают вот такое большое место между полкой во-первых полка какая-то очень высокая можно было бы сделать выше или сделать тут две полки на крайняк то что я не знаю что сюда нагружать сделать полку повыше поменьше это место и побольше расстояние а так получается что шкаф большой но он рассчитан на какую-то карликовую одежду на каких-то малополуросликов блин откуда сейчас это какая-то диктатура путинская он же сам блин как злой гномик блин какой-то блин маленький и он видимо ненавидит высоких людей поэтому мебель российская сразу говорю поэтому мебель выпускают всю практически я смотрела в александр и всю практически мебель с низкими очень штангами на какой-то на людей ну на маленький рост то есть делают мебель для каких-то полуросликов или для китайного нас в это выпускал китайцы или там корейская баба мебель я могла бы понять что да это корейцы они маленькие китайцы они на свой рост делают у нас россия маленького роста вот а ее автом следующий расскажу что сама случилось из-за ростов я метр шестьдесят восемь то есть я маленького роста и вот эти вот платья который у меня есть они рассчитаны на метр шестьдесят воевám плюс они короче мне длины немножко я их ношу с каблуком ну допустим допустим вот самая длинная платье она у меня рассчитано под каблук то есть на рост метр семьдесят пять черн рост метра 75 это чтобы предел, что ли, в России, я не знаю. Я думала все время, что я была на физкультуре далеко не первой все время. Я никогда на физкультуре не стояла первой в линейке. То есть я была совсем не самой далеко высокой девочкой в классе и в институте. Вот. Но почему-то так получилось, что, блин, мне некуда вешать мою одежду, как будто я какой-то, блин, гулливер в стране лилипутов. Я никак не могу шкаф найти, куда бы помещались мои платья. А если их вешать на вешалку, складывая пополам, ну, согласитесь, это уже какой-то пиздеж. Потому что, по идее, в шкаф нужно вешать платье на плечики, а не складывая пополам. А так, получается, все, юбки будут мяться все, подолы. Тут вот цепляться за все. И тут, я говорю, тут еще одна полка должна была быть вот на этом вот уровне. То есть неизвестно. То есть получается какой-то опять сексистский, шовинистский шкаф, который рассчитан только на костюм и с брюками, и совершенно не рассчитан на то, чтобы туда платье вешать. Я вообще в шоке, блин. Потому что проектируют мужики у нас в основном своем все для мужиков, блин. Не думают совершенно про то, что в основном своем покупатели женщины, и надо женские потребности учитывать. Я, например, в своей работе я декоратор окна, учитываю именно то, что в основном с вами декор окна. Женщины заказывают, им хочется что-то красивого, там, дизайнерского, индивидуального. А шкафы у нас проектируют мужики, блин, в основном своем. На свой мужской взгляд для своих мужских, блин, порток, которые можно и так сложить. Платье туда нормальное, не повесьте. Мне жалко. Я понимаю, что у меня не очень дорогая одежда. У кого там действительно какая-то одежда от Гуччи и вешать, чтобы там полы подметалось, у кого там шубы, чтобы они пол подметали. Ну, блин, ребят, вообще. Я в шоке. Конечно, отдавать, собирать, отдавать обратно, блин. Я не знаю, просто там чертежей не было. Не знаю, может, не было. Но я понадеялась, что если я возьму, там был чертеж маленького шкафа, а высокого не было. Я понадеялась, что если я возьму высокий шкаф, будет высокая эта планка. Ни хера. Ну, только если там просить, чтобы дядя Руслан как-то эту планку перевесил, но если он начнет тут это сверлить, будут заметны тут с этой стороны, блин, эти дырки. Тут и так, блин. Короче, будет не очень хорошо. Ну вот. Ну, я осталась довольна комодом. Конечно, он такой, вроде комод хотя бы нормальный. Он был самый дешевый, а он оказался как раз-таки самым нормальным. Я хотя бы-то сложу нормально свои вещи. Наконец-то они не будут там выпадать из этих полок. Кот не будет туда лазить. Вот. А эта часть с иконами, она осталась. Другие шкафы, они уехали на дачу, на рачу. Так вот, дальше такая фишка, что со мной произошло сегодня из-за роста, блин. Отпуск проходит зря. Сейчас осталась сегодня, блин, среда. А у меня еще такая тема есть, что мне нужно ехать. Я хотела съездить к маме на кладбище. Вот. Потому что я очень давно там не была. Уже несколько лет. И... А ехать туда целый день. И вроде как было запланировано, что я в субботу еду на кладбище. То есть прям суббота она гарантированно работает. Вот. И это нужно выезжать с самого утра. Буквально в 6 утра, чтобы туда доехать. Потому что это, блин, Никола Архангельское кладбище, где Жанна Фриске похоронена, дорогое. И оно очень далеко находится. Ладно, если бы тут было где-то местное там, в Леоново, в Аванте, в Келан там. Ну, сел и доехал. На крайняк такси взял. Ну, это мне надо ехать сначала в Москву, потом это Новокосино, блядь. Потом через всю Москву. Потом пересаживаешься там на автобус. Я понимаю, что у меня, блин, туда-обратно уйдет 8 часов на дорогу. Проще до Питера доехать. Можно было бы в Питер съесть. Поэтому я туда не езжу. Но в этот раз уже вот припекло. Там надо, короче, менять оградку. Потому что старая пришла негодность. Деньги мне бабушка с дедушкой оставили на оградку. Вот. И надо ее там устанавливать. То есть кто-то обязательно там должен присутствовать. Вот. Из родственников. То есть нельзя. Я сначала думала дядю Руслану послать, но мне сказали нельзя так сделать. Вы должны нотариальную доверенность писать на него оформленную. Потому что, типа, только все там действия, манипуляции на могилах на Никола-Архангельском кладбище только в присутствии кровных родственников. То есть с паспортом, с документами, доказывающими личность. Там все со всей херней. Там лучше, наверное, свидетельство о рождении взять на всякий случай. Только так. И все. Больше там типа никаких других людей никто ничего не может сделать. В общем, такая вот херня. Нельзя послать туда посредника. Или писать доверенность. Это ехать к нотариусу. Нотариусу оформлять ее. Целый треш. Целая история. Вот. И получается, что у меня один день точно вылетает. Потом после этого мне нужно в воскресенье прийти в себя. Потому что в понедельник я выхожу на работу. Я буду одна. И у меня осталось. Значит, получается и в пятницу мне уже нужно лечь пораньше. То есть подготовиться ко всему. поэтому. Кажется, у меня осталось только сегодня и завтра. Сегодня хотели, блин, съездить погулять в посад. На рынок сходить. Пойти, короче говоря, потом на дачу, на рачу. И вот, смотрите, пипец какой. Просто это пиписька. В общем, во. Так. Шкаф разваливается. Ну, короче, вот. Все коленки разбитые. Короче, выходим. Я сегодня проспала что-то. Мне снились кошмарные сны какие-то, блин. Я спала очень долго. Спала я очень долго и проснулась только в 11 часов. В общем, мы более-менее раскачались и вышли только половину третьего. Стали опаздывать традиционно на электричку. Я хотела по этому поводу даже винище выпить от расстройства. Опаздываем, короче говоря, на электричку. И вот дядя Руслан идет вперед. Он говорит, я пойду вперед и куплю билеты. Он просто очень быстро ходит. Он, значит, несется впереди, как северный олень. В общем, он несется впереди и где-то там впереди теряется. А я выхожу, короче, и иду чуть подальше. А я считаю, что дядя Руслан, мало того, очень быстро ходит. У него очень длинные ноги. Потому что он очень быстро ходит, потому что у него очень длинные ноги. И он тренированный вообще физически намного больше, чем я. И я все время устаю, когда я с ним гуляю, потому что мне за ним приходится бежать. К тому же он высокого роста. И если я одеваю кроссовки или без каблуков на низком ходу обувь, я очень маленькая по сравнению с ним. Поэтому, когда я с ним, я хожу обычно в своих вот шлепанцах, стараюсь одевать на платформе. Потому что иначе я какая-то совсем мелкая. Вот я купила как раз вот эти шлепки. Тем более я уже опаздывала. Если одевать кроссовки, ну обычно я гуляю там в Карабаново, струнные, я иду, кроссовки одеваю. Если одевать кроссовки, то надо носки одевать, там кроссовки завязывать. Ну вот эти только красные быстро надеваются, но сегодня было слишком жарко для них. Вот. Одел я вот эти туфли на платформе. Пока я бежала за дядей Русланом, там есть такое место. Впереди меня шел какой-то мужик неславянской внешности. Он, походу, был со мной, ну, с одного завода со мной. Он со мной поздоровался. Я что-то отвлеклась на этого мужика. Что-то у меня сбился ход. И я навернулась, упала, разбила себе коленки, испачкала грязью шорты, сумку, все в грязи, короче. Руки я себе тоже разбила, но в меньшей степени на руках не так заметно, а коленки просто в кровь. Это просто был пиздец. Вот я в крови, в грязи, все-таки уже встретилась около станции с дядей Русланом, подъезжала уже наша электричка, и мы решили, так, у меня жутко болят. Ноги, блин, естественно, разбитые, никуда я не еду, иду домой, блин. Все, вернулись домой. И у меня, конечно, все бесит. Коленки болят ужасно, настроение испорчено, вообще пипец. Вообще, этот отпуск, он как ни странно, из-за досад. Вчера целый день был дождь, вчера никуда не пошли, хотели поехать на дачу, договорились, что да, хорошо, я приезжаю на дачу, я вроде проснулась, все нормально. Позавчера я ездила в Карабаново, собрались на дачу, но дядя Русланом звонит, говорит, дождь постоянно идет. Вчера целый день шел дождь, на даче, естественно, все мокрое, все вот эти кусты и трава мокрые, пока дойдешь до этой дачи, весь намокнешь, на даче делать нечего, потому что, типа, даже бензопилу не заведешь, ее там не перезаправишь. В общем, ну да, там плохую погоду, честно сказать, на даче делать нечего. Там прикольно, только если у тебя очень цивильная дача, если у тебя там есть интернет, там какой-нибудь телек хороший, там можно, да, еще сидеть телек смотреть, а просто в дождь на даче делать нечего. Еще меня подвело, короче, у меня начались месячные, причем начались они очень неудачно. Вот сегодня у меня, короче, как раз вот этот четвертый день. То есть они вроде бы закончились, но еще не совсем. И это так бесит, то есть настроение фиговое, и вроде бы, ну, сексом не займешься, нифига, и в чем прикол вообще непонятно. И меня это бесит. А понимаете, если там херово, там, ну, сорвалась, там какая-то поездка, дожди начались вонючие какие-то, или там упал, что-то не то, там опоздал на электричку, можно остаться дома, заняться сексом, хотя бы настроение нехорошо. Хер, у меня месячные. Причем, ладно, если бы еще был последний день, нифига, они у меня очень долго длятся, они бы по пять, по шесть дней. То есть, никогда не бывает так, чтобы было меньше пяти дней, еще бывает на шестой день какие-то сюрпризы внезапные. Причем утром просыпаешься, смотрю, вроде бы все чисто, вроде все закончат. Думаю, ладно, хорошо, может, слава богу, у нас в этот раз пораньше. Нифига, в середине дня, они мне опять, я начинаю двигаться активно, они начинают, даже не буду говорить подробности, понятно, я решу заняться сексом, они прям в процессе могут начаться, и это будет очень неприятно с этим видом. Да, у меня, так же, так было, разок. Девико, ну, вот, короче, такая вот тема. В общем, мы и думаем, и не потрахаем. я думала, вот мне там пищу, вот, наконец-то отпуск, поздравляем, отдохнуешь, потрахаешься, натрахаешься. Я натрахалась только в психологическом смысле, то есть, в том плане, что у меня в связи с переездом мебелью, вот у меня шмотки лежат в огру, в куче пакетов, я не знаю, как их разместить. Вот, все это нужно разбирать, и все. А то, что я хотела, думаю, ладно, мы сходим там сегодня погуляем, может, на даче, может, на велики покатаемся. Ну, все, пипец, пиписька. Нога у меня болит. Мне пришлось даже обезболивающее выпить, даже такая пришла, у меня сильно прям болели ноги. Вот, то есть, уже все, на великах не покатаешься, не покупаешься, потому что, блядь, вторую неделю шли дожди, только сегодня стало нормально. Позавчера я ездила в Карабаново, у меня там настиг дождь, я вся промокла, и, короче говоря, хорошо, что я там взяла, хорошо, что мне впихнуло, впарило цыганка, короче, сухую футболку, и я смогла там просто в заброшке переодеться в сухую футболку, иначе меня, заболело. В Карабаново меня сильно искусали комары, а тут, вдобавок ко всему, на даче меня сильно искусали муравьи, в Карабаново меня покусали комары, а тут к этому всему еще добавились, блин, удары, какие-то, блядь, постоянно травмы, чуть не поссорюсь уже с дядей Русланом, потому что почему-то, когда я без него, я какая-то, я более спокойная, когда я с ним, я как-то нервничаю, начинаю суетиться, пытаюсь за ним как-то успеть, и у меня случаются какие-то неприятности, я или падаю, вот как сегодня, или как там один раз я у него была дома, я пролила на себя чашку с пепетком, вот я не знаю, почему, вот как-то так получается, как я уже говорила, я как-то с ним себя неловко чувствую, начинаю как-то стесняться, торопиться, суетиться, потому что он очень быстро, он быстро ходит, он быстро все делает, он такой на скорости все время на какой-то своей, но я скорость жизни намного ниже, медленно хожу, я думаю все дела, на меня постоянно ругаются на рабочий, вот что-то так медленно, что-то так медленно, сколько можно копать, а когда я пытаюсь ускоряться, быстрее ходить, я начинаю или косячить на работе, в плане работы, а из-за Деруслана просто так, как он просто быстро ходит, я или там что-то начинаю нервничать, суетиться, или я говорю проливаю что-то, или разбиваю что-то, или в этот раз вот я упала, вчера я разбила крышку, короче стеклянную, от этого, жарила котлеты, купила, возвращалась к Карабаново, в Карабаново мне что-то уже, там не удалось мне найти кафе и пожрать, мне хотелось уже кушать очень, я купила, короче там в Александрове, там около станции, почему-то там не продавали алкогольных коктейлей, а продавали котлеты по-киевски, всякие там котлеты, и стоило недорого, и вроде тут это, вот как раз к вопросу, ем ли я фастфуд, я не фастфуд, я ем естественно, но я еще больше люблю полуфабрикаты, всякие там сосиски, котлеты, вот эти, но их надо было жарить на сковородке, я их вчера вроде пожарила, и были еще биштексы, было очень вкусно, но дядя Руслан почему-то есть, не знаю, я съела свою порцию, дядя Руслан есть не стал, вот его недоеденные котлеты, он отложил, сказал, что он не хочет, короче, что-то их наедать, он там съел парочку, и все, он что-то приболел, он ночевал на даче, видимо, простудился там, не знаю, или невкусно было, короче, не стал он их есть, вот, это в пустом холодильнике, эти котлеты, он ни хера не ест, ну ладно, он может не жрать очень долго, я так долго не могу, я что-то стала мыть, не стала мыть, пока готовила, что-то уронила, разбила стеклянную крышку, то есть, вот была крышка типа такой, только большая, очень хорошая была крышка, большая такая для сковородки, и пиздец, она разбилась, просто тому я заметила, что поцарапано, немножко тефлоновое покрытие, то есть, и все, короче, стало пригорать к этой сковородке, почему-то сильно, хотя, по идее, там, ну, можно готовить без масла, нифига не получается без масла, все пригорает, я еле отмыла потом эту сковородку, и от нее пропала крышка, хотя она была какая-то новая, хорошая, со съемной ручкой, теперь, блин, нужно новую сковородку покупать, на Валберрис заказала, сковородки стоят минимум тысячи полторы, нормальные, вот, потому что я прочитала, что типа тефлон там, он опасен, там, дешевые сковородки, с каким-то там плохой пропиткой, могут выделять канцерогенные, ядовитые вещества в процессе готовки, покупайте хорошую, а хорошая сковородка, не китайская, а какая-нибудь немецкая, на Валберрис со скидкой 1700, 1800, 2000, 3000, ой, ну, заказала, не знаю, денег так мало осталось, а мне еще на кладбище ехать, а вы так понимаете, на кладбище все дорого, потому что Никола Архангельское кладбище, оно вообще одно из самых дорогих, потому что это Москва, и там Жанна Фриске похоронена, и там часто похоронен какой-то, и романах Самсон, говорят, что кто хочет бросить курить или бухать, надо помолиться на могилке романаха Самсона, и дурные привычки, типа курения, бухания вас оставят, не знаю, может мне помолиться, чтобы мне перестать обжираться, потому что я жрать постоянно хочу, а еще меня задолбал, депрессия, мне кажется, у меня отпуск не удался в этот раз, например, хотя я завершена, у меня часто, я отпуск жду, как чудо, и я оторвусь, вот наконец-то, наступит отпуск, и я отдохну, вот наконец-то, и наконец-то, и тут наступает, и вместо ожидаемой радости, вот у меня первые там, пару дней еще была радость, но вначале отпуска дядю Руслану вызвали в Москву, У него там какая-то конференция его не было У меня было такое неприятное чувство, которое Как будто он меня оставил, поехал там, не знаю, по баллам Или еще куда-то Но потом вроде нет, все нормально, он вернулся Я еще посмотрела вот этот вот Очень сейчас популярный блог Мама от Лынчника, который рассказывал Как они поехали в Анапу Ей там изменил муж И она собирается развониться в 54 года И меня это как-то тоже Так это затронуло Блин, вдруг у меня вообще парень Младше меня на 5 лет, тем более Он просто реально младше меня на 5 лет А мне еще определили, блин, биометрический возраст 48 лет То есть он, получается По биометрическому возрасту Он младше меня не на 5 лет, а аж на все 20 Вот Но у него еще, ладно бы Если он был просто младше меня на 5 лет Но он никогда не курил, не бухал, занимался спортом У него физический вид И физическая подготовка намного лучше Мои, потому что я и курю Не, я и курила, сейчас я не курю Я выпивала и выпиваю Ну не так, что прям часто Ну водку я там не пью Коньячище тоже не люблю Ну пью там венцовое Или пиво могу выпить Ну пиво такого типа С, Рец То есть такое сладенькое я люблю Или коктейль какие-то сладкие Вот Боняру не люблю Пиво просто которое вонючее Ну вот И по этой причине у меня Я понимаю, что я выгляжу намного старше него Потому что дурные привычки плохая Наследственность у меня родители рано умерли С чего мне выглядеть дюймовочкой И я прям, что я в свои 33 выгляжу на 40 Я это знаю прекрасно Что у меня есть лишний вес Я вешу, ну не 90, но 80 килограмм Я вешу точно В приросте 168 И я знаю все это Ну там и про целлюлиты Про отсутствие талии Я это все прекрасно знаю Я вижу прекрасно даже Не знаю В моем же доме живут девушки Которые намного стройнее Симпатичнее меня А дед Беруслан У него есть квартира в Москве У него есть дача Он хорошо Ну он не то, что хорошо Он инженер в компании Как понимаете Инженеры в России зарабатывают не очень много Но не так как вот Ну побольше, я так понимаю Чем на заводе на коммерческом Ну или так же Ну не знаю, наверное так же Приблизительно одинаково Ну там он любимым делом Занимается типа для науки Все-таки для российской старается Патриот А на заводе там просто надо Берешься, надо просто Или окна собирать Эта коммерческая структура Ну плюс у него, конечно У него зарплата белая Соответственно там Как-то может он надеяться На пенсию Может раньше когда-то надеяться Сейчас мы уже не доживем Скорее всего Ну в общем, про чем я говорю Потому что это такой прям Завидный жених Не курит, не пьет С квартирой, с дачи Любит рачиться на рачи Безвредных привычек Спортом вечно Бег у него, велик У него не бег У него не бег, у него велик Весь такой он на спорте Без лишнего веса Все в порядке у него Конечно он выглядит моложе Гораздо, чем я Внешне Хотя у нас разница 5 лет Но внешне у нас разница лет 10 Если не больше Вот если так посмотреть И я тоже думаю Не знаю какой Моризон со мной встречаться Когда он может себе Молодую девушку найти У нас на синяконе Сейчас может слышать Что ты уже накипела Вот И я постоянно Он мне ничего не говорит На эту тему Он просто не говорит На эту тему Разговоры гасит Сразу Когда я начинаю Говорю тебе надо Молодую девушку Более спортивную Вот тебе надо Больше спортом заниматься Вот он мне купил Тренажер столовой Тренажер эллипсоидный У меня нет желания Я не люблю спорт Вообще никогда не любила спорт Я еще более-менее плаваю Там купаюсь Но спорт Не знаю У меня все время Приходится себя заставлять Я пыталась на йогу ходить У нас стоит занятие йогой 100 рублей Три раза в неделю Два раза утром Один раз вечером Сначала на утренние занятия Я забила сразу Сказала, что я не буду Выходить с утра На вечерние занятия Дойти тут 5 минут Я тоже не могу ходить Потому что я часто на работе Нифига не успеваю За день Что-то там иногда Остаюсь Там минут на 15 На 20 Иногда задерживаюсь Доделаю Иначе вообще Нифига не успеваю Что не успеваю Нам нужен третий дизайнер И не можем найти Потому что Ну да хуй еще работаю Не знаю Может кто-то скоростной Кто супер прям Купер как ядерный реактор Там и разгребет Это все Но у меня не получается И у меня что-то Знать Тебя прям в депрессии Мне кажется У меня жизнь просто Не знаю Она меня не устраивает То вот Как сейчас все Случается Вроде у меня все есть У меня работа рядом с домом Наконец-то Слава богу Но я ничего не успеваю Мне быстро Там Постоянно говорят Давай быстрее Быстрее Я начинаю неночиться Дергаюсь Косячу Косяк у меня был большой Недавно Буду покупать Сейчас Выкупать дорогой На пополам Своей руководительницей Дорогое окно На мне Не знаю Сколько зарплат Получу Наверное Избук Квартира вроде Своя Отдельная Никаких Тещ Там Свекрови Никто У меня Мозг Ни конопол Холит Никаких Ипотек Слава богу Но квартира Далеко То есть Если я уволюсь Один единственный Завод Тут Окна Если я уволюсь Оттуда Все Работу Больше Я здесь Не найду Тут одно Предприятие Действует Я была В Струнинов Карабаново Там тоже Ни хера Нет никаких Предприятий Там Мне сказали Блин У нас Свои-то Граждане На работу В Москву Ездят На двух Электричках Или сюда Живы Окна В окна Приезжают Работать Даже С Переславля Залецкого То есть Вот Откуда Чуть ли не Из Ярославской Области Из Ростовской Области Переславля Залецкая Владимирская Область Приезжает За Владимирской Область Работать На этот зал А я сейчас Уволюсь Я нигде Ухудется Ездить Там В Москву Или В Мытище Это Работала В Москве Потому Мне Нужно Было Квартир Покупать Мне Нужно Было Долги Отдавать Конечно Я работала На производство Калибуке Там Соленг Моя печать Отдох Отдох Получилось Так Что Первая часть Тетки Во-первых Начались Какие-то Дожди Сначала Мне Сказали Вот эти Сначала Мне встретились Эти Три Тетки Дядя Руслан Сказал Что это Норна Предсказательница Злой Судьбы Которые Предсказали Что Мне 48 Лет И Все Ужасно Мы Все Умрем Поговорка Такая Есть Мы Все Умрем Кричит Виталик В кроватке Детской По ночам А мать Его Не понимает И Сиски Затыкает Рот В общем Все Мне 48 Лет Скоро Помирать Пора Не Дожить До Пенсии До Пенсии Сначала Я поняла Что До Пенсии Я Не Дотяну Скорее Всего До 63 Вряд С Моей С Моей Работы С Вечно Задов С Нашей Медициной Чудесный Хер Ты Доживешь До 60 Там Дай Бог 55 Осили Ты Можешь До 63 Да Вот Мне Еще Онколог Сказала Я Была У Онколога Что У У Меня Плохая Онкокарта Блять И Нашел Чем Утешить Плюс К Повышенному Сахару Не Та Не Там Не Так Так Эдов До 63 По Любому Скорее Сего Не Дотянешь Так Вот В общем Сначала Началось То Что Мне Скажут Что Мне 48 Лет Потом Что Потом Случилось Потом Короче Я Разбила Случайно Градусник В Начале Отпуска Ночью Это Случилось Сейчас Ночью Я Что Плохо Почувствовала Почувствовала У меня температура Хотела Померить Температуру Градусник Разбился Я В панике Звоню Дяде Руслану Два Часа Ночью Просыпается Говорит А Я В панике Не знаю Я Уже Спать Хотела Ложить Я Схватила Веник Все Это Быстро В совок А Естественно Веник Он же Жесткий Ну Такая У меня Щетка Половая Он Еще Больше Разбил На маленькие Кусочки Это В совок И Короче В унитаз А потом Читают Типа И спустила Нельзя В унитаз Типа Нужно Все Закрыть В банку С марганцовкой У меня Нет Марганцовки Я Это Все Там То Что Оставшиеся Шарики Я Тоже Собрала Там В банку Короче В мусорное ведро В мусорное ведро Вдруг Сейчас Пакет Порвется Раскатится Там Везде Пакет В пакет Еще В пакет Туда же Я Выкинула Выбросите Всю одежду Которая На вас Была В момент Сбора Ртути И Вот Тот же Веник И Самое Хорошо Что На мне Была Старая Футболка И Носки Я Короче А я Туртуть Это Думаю Ну Как Химикалии Какие То есть Я Еще С Руками Соберу Потом Руки Смою Помою Будет Нормально И Выкину Смою И Все Типа Улетит До Этого У меня Как-то Градус Не Разбивался Я Болею Болею На самом Дель Я Редко Температура Была В общем Короче Вот Такая Хрень Ладно Я Вроде Убрала Туртуть Снялась Футболку Выбросила Все Все Это Залила Короче Мне сказали Нету Марганцовки Хотя бы На худой Канец Белизной Белизной Залила Пол Короче Бутылки В унитаз А потом Все остальное Тряпку Короче Взяла Намочила Все Протерла Эту Тряпку Тут Пакет С мусором Завернула Тряпку С белизной Потом Еще В пакет Потом Сверху Туда Я еще Добавила Резиновый Коврик Который Короче У меня Под Дверь Убежал Выкинула Туда Все Денег Столок Что Это Короче Все Это Вынесло Все Это Увезли Тут Жил Короче Говоря В несколько Пакетов Все Это Убралось В общем Все Это Убралось А там Пишет Звоню Дядя Руслан Говорю Вот так Случилось А он Мне уже Скал Ты Ни В коем Случа Не Выбрасывай Ты Собери Это В банку Закрой Крышкой И Типа Потом На Утилизацию Сдай А Хорошая Мысля Приходит А Посля Конечно Потом Я Прочитала Что Нужно Все Это В крышку В банку И Дать На Утилизацию Но Это Уже Стало Потом Даже Когда Вначале В панике Нам Никто Ни В школе Нигде Ни В университете Ни Школу Закончила Тебе Знает Когда Не Помню Давно Вот И Я Не Знала Даже Что С Этим Делать Короче Собрала Это Все Выкинула На Хрен Вот Потом До Меня Дошло Что Нужно Было Брать Такую Банку Она Как Раз У У меня Была С Крышкой Туда Все Собирать Особенно Она Мелкими Такими Катается Катушками Ну Да Надо Было Совок В банку И Закрыть Ему Тогда Она Не Испарялась Спокойно Можно Было Ее Вынести Ладно На Следующий День Бегу Короче В аптеку Тут Аптек Нет Тут Видимо Чтобы Не Было Наркоманов Тут Нет Аптек Есть Один Пункт Какой Аптечный Все Закрыт Не 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 Могут Попасть Приезжают По Санго Так И Градусник Раздел Сморганцовки Нельзя Где Сказал Да Да Вот Это Да Надо Морганцовкой Все Промыть Все Протереть Ну Морганцовку Без Рецепта Врача Блять Нельзя Потому Что Наркоманы Что С Этой Морганцовкой Делают И Штырят Видимо От Морганцовки Они Как То Ее Варят Содой Там С Батарейками С Какими Средствами От Кашля И Потом Этим Короче Они Ширяются И Потом Заживе И Умирают И Потому Что Наркоманы Ширяются Непонятно Чем Морганцовкой Протираются Морганцовку Нельзя Отпускать Без Рецепта Врача То Есть Нужно Пойти К Равачу Взять Рецепт Потом С этим Рецептом Поехать Снова Посадить Короче К тому Моменту Когда Я Решила Забить Я поняла Что К этому Времени Уже Вся Ртуть Испарится И Вся Ртуть Испарилась Ночью Позвонил Дяде Руслан Он Сказал Ничего Страшного Он Работал С Ртутью У них На предприятии Был Разлив Ртутью Он Показывал Он Переливал Это В ящик И Там Катались Такие Большие Шары А там Гораздо Больше Чем Градусника Вот В общем Вот такая Трагедия Но все равно Было Очень Неприятно Открыли Все окна Протерло Все Белизной Было Очень Пахло Плохо Все это Проветывалось У меня Хорошо Что есть Очиститель Воздуха Ионизатор Вроде бы Вроде бы Отравление Я не чувствую Какого Ртуть Коты А Кот Естественно Он же Тут же Побежал Еще Лапами Своими Разнес В общем Ладно Пока Как раз Это было Ночью Ночью Было Прохладно Вроде бы Все нормально К утру Вроде Выветрилось Все Ну и Мне пришлось Спать С открытыми Окнами Вот И Я Короче Ну я Не отрываюсь Но я Немножко Простудилась И стала Хуже себя Чувствовать Потом У меня Еще и месячные Начались Ну как Положено В срок И вообще Стало Понятно Что ни о каком Купании Речи быть Не может Вот Все Вот так Вот Так Поделять Скверно Весь Отпуск По шоклону Дядя Руслану Как-то он приехал Ненадолго Уехал Он уехал В Москву Потом Вернулся Ртути уже Никакой Не обнаружили Вроде бы Я ее Все убрала Вот И Короче говоря Вот Что происходит Ну я все Перенервничала Я это там Прочитала Распереживала Что там Не почки Обхажут Ну сейчас Смотрю на кошек Кошки вроде Хорошо себя чувствуют Я тоже Нормально Не считая Разбитых коленок И месячных Все в остальном Блин И херового настроения По этому поводу В остальном Прекрасная маркиза Все хорошо Но я перенервничала Переволновалась Вот короче И вот Разбила Грацник Потом Вчера готовила Котлеты Разбила Крышку В осколки По всей кухне Разлетелись Опять коты Сором Рвутся на кухню По осколкам Топтаться Вроде тоже Все это собрала Думаю Чудом Не порезалась Чудом В Карабаново Не порезалась Где осколок Был много Чудом Вчера Но вот Сегодня На ровном месте На асфальтовой тропинке Споткнулась Все до крови Вся сумка Грязная Шорты Грязные Хорошо Еще были шорты Если были брюки Или джинсы Наверное Порвались бы все Хотя сейчас Это модно Хорошо Очки Не разбились Хорошо Не лицо Ну в общем Вот такая Вот тема И я конечно Расстроилась Наругалась Что у нас Дядя Руслан Поругалась Говорит Бежишь вперед Как колени Я за тобой Гнаться не могу И вообще Он-то энергичный Он говорит Надо вот Кишель приводить Не могать Он там На даче Ковыряется Мне что-то Я так быстро Утомляюсь Мне что-то Дача Смотри Третий год Вступил же он Эту дачу В конце 2015 Ладно Зимой Она была Вся заставлена Чудой мебелью Ее только летом Мебель оттуда Вывезли Там была Антикварная мебель От бывших хозяев Могли бы Наверное Продать и разбогатеть Но мы как честные Люди ждали Пока они ее заберут Они ее забрали Только летом И участок Весь заросший То есть Видимо Много-много лет Там ничего не сажали Там земля Такая плодородная Что в пухе Выше роста Человеческого Выросли Их даже Вот только берет Мощная косилка Их так Хер вырвешь И крапивы Там просто Дофига И дофига Муравьиных куч Пока вот Я дойду От калитки До дома Меня уже успевает Обжарить крапива Покусать комары Покусать муравьи Муравьев Комаров Там дополна А потом К тому же Там выяснилось Что там окна выбиты Потому что Когда покупался дом Окна были закрыты Железными ставнями А внутри Кое-где остались Какие-то занавесочки И мы не об... Ну дядя Руслан Покупал Он не обратил внимания Потому что там как раз Шел кризис Деньги обесценивались То есть Нужно было Я так думаю А он хотел всю жизнь дом И вот он Пока попался Такой момент Дом первый этаж Кирпичный же То есть теплый С печкой Нам сказали Вот там печка А потом выяснилось Печка не работает Дымит Печку надо или чинить Или перебирать Ее как-то Печника вызывать Сами мы не смогли Ну дядя Руслан Пытался ее отмыть Как-то прочистить Дымоход не смог Нужен профессиональный Какой-то человек Окна все выбиты На первом этаже Выбитые окна Холодно зимой До чертиков На втором этаже Окна забиты гвоздями Не открываются Открыли их Они не закрываются Крыша протекает Туалета нет Туалет старый Настолько Что туда страшно Заходить Мы им не пользуемся Его нужно наоборот Лучше бы его вообще Не было Потому что его надо Демонтировать Потому что Это ну короче Постройка незаконная Он за пределами Кадастрового Ну там Потом проходили Кадастровые Какие-то Вот эти вот Измерительные работы Выяснилось Что там наложение Участка на участку И туалет Вышел за пределы Вообще участка И теперь Старый сортир Надо демонтировать Пользоваться им Вообще никак Вообще не вариант Там можно Я не знаю Пропасть Нафиг Вампиры не бывают Так опасно Как прогнившие сортиры Это рискованно Для жизни Баня старая Тоже там нужна Нуждается Короче Окна там Выбиты Нуждается В реставрации Печка Нуждается В реставрации Крыша Крышу Дядя Руслан Отреставрировал Он там Нанимал рабочих И сам там Лазил Он в прошлом году Вроде починил Только крышу Она перестала протекать Все остальное Нужны деньги Денег нет Пиздец Приехали И вот уже Который год Дача в состоянии Заброшки Находится И уже Приближается По моему По виду Карабановским Заброшкам Собственно Вот И я не знаю Конечно Получается так Что это Конечно Это собственность Но это все Дядя Руслана Собственность Это Только может В далеком будущем Когда нибудь Это станет Жилым Но единственный плюс Что это Ну Типа официально Почему это стоило Это прилично Больше миллиона Она стоила Потому что это Типа официально В черте города Сек Относится К Сергееву Посаду То есть Если бы это Относилось К Карабанову Это стоило В два или в три В три раза Дешевле Но так это Относится К Сергееву Посаду Там цена Просто за Как там Обязано Сила места Потому что Место силы И это Так дорого Стоит Там только Ну На будущее Короче Весь это Все Вся дача Она вся Под реставрацию Жить там К сожалению Не знаю Дядя Руслан Там оставался Ночевать Весь Простудился Хорошо Что это Не оставалось Зимой Там спокойно Можно замерзнуть Насмерть Я С ужасом Жду Приходу Зимы Ну Просто Мы там Недолго Будем Зимой Я пыталась Там Как-то Протопить Это С помощью Обогревателя Ничего Из этого Не вышло Естественно Что там Чтобы Протопить Там Нужно Конкретное Что-то Там Не то Что Обогреватель А Там Нужно Прям Камин Там Или Что-то Какая-то Печка То есть Обогреватель Нет Там Не справиться Все Такие Дела Как-то Вроде Хорошо Все Работа Есть Жилье Есть Дача Есть А Получается Что Как-то Коня Корм Работаю Я там Работаю Но я Постоянно Боюсь Друг Меня Уволят А я Уже Отвыхла Квартира Есть Но Далеко Кроме Вот Этого Завода Больше Ничего Нет И Тут Даже Село Тут Негде Погулять Если В Карабаново Там Пройдешь Дальше За заброшки Там Дальше Идет Улица Такая Она Живая Есть Какие-то Магазины Кафе Прикмахерские Тут Нет Прикмахерские Я Стрибуюсь Сама За мной Или Надо В фасад Ехать Или Своими Тут Нет Никаких Прикмахерских Салонов Красоты Тут Нет Торговых Центров Тут Одна Пятерочка Открылась В прошлом Году Тут Нет Никаких Больниц Поликлиник Только Фельдшерский Пункт Который В 12 Часов Закрывается Ну Или В час Я точно Не знаю Вот И тут Одна Школа Один Детский Сад Никаких Институтов Колледжи Тут Тоже Высших Учебных Заведений Который Дает Реальные Рабочие Места С реальной Более-менее Такой Терпимой Для сельской Местницы Зарплатой Вот Потому что Если бы Его тут Не было Это Было бы Вообще Фиаско Но Видимо Из-за того Что Люди Боятся Там Люди Боятся Видимо Пластиковых Окон До сих Пор Хотя Завод Он Пластиковых Окон Он Не Выпускает Он Покупает Европейские Профили Века По индивидуальным Замерам Собираются Уже Окна Непосредственно Из готовых Стекол Из готовых Рам То есть Экология В этом плане Тут В идеальном Состоянии То есть Завод Он не портит Экологию Он не дымит Вот Ну может Ночью Он шумит Но это Нужно Именно Открыть Окна И вслушиваться Вот Но я Очень хорошо Слышу То есть Я слышу Я слышу И завод И железную Дорогу Я слышу Я слышу Очень далеко Я Там Колокола В церкви Заняты Я тоже Все это Слышу Вот А так Вообще Он То есть В плане Колонии Не портит Не загрязняет Вот Ну и собственно На этом Все В общем Как-то Отпуск Не задался И я так Расстроилась Сейчас выпью Вина Не могу Его открыть Боюсь После того Как у меня Разбилась Крышка А еще У меня Разбилась Одна чашка Вот у меня Было Две таких Чашки Разбилась Одна чашка И разбилась Прям Я ее Полоскала В ванной Потому что Там водонагреватель Разбилась Осколки По всей ванной Ладно Хорошо Я их убрала То разбилась Крышка Я уже боюсь Бутылку Открывать У меня Так болят Ноги Я даже Не знаю Уже Нисходишь Никуда Гулять Вот так Гулять Негде Тут нет Никаких Там В карабану Струни Там Какой-то Есть Там Парки Скверики Нету Ничего Десять лет То есть Тут можно Кто любит Рыбалку Тут есть Озеро Там Подач Тут есть Плотина То есть Такие Маленькие Прудики И есть Озеро Такое Большое Но купаться Там Я бы Не рискнула Хотя Там Купаются И на плотине И в озере Купаются Но я Как-то Не рискую То есть Официально Там Нет Разрешения Купаться Эти Кладоемов Там Коробки Уплывайте Пасутся Короче говоря Мне как-то Там Купаться Не знаю Я не рискнула Хотя Мне рассказывают Что мы Не там Купались И там Ноль Вот Но тут Вот только Кто любит Рыбалку Грибы Ягоды То есть Это Да Или Те Кто любит Завод Аклопна Тоже Да Он тут Очень Рядом Или Нужно Иметь Машину То есть Да У кого Есть машина Тоже Выход У кого Есть Гаражи Короче Есть Прям Именно Цивильные Такие Кирпичные Там Дальше За дом Есть Много Гаражей Короче Тут У многих Свои Гаражи Машины То есть Тогда Нормально Завел Ты не привязан К этой электричке Которая ходит Раз в час Не привязан К маршрутке Которая ходит Раз в час Завел машину И поехал И мне Рейлтор так Говорит Ну ты Вот тут Короче Поживешь Там Освоишься Тупишь Себя Машину Все Будет Норм А я Не могу Машину Вводить Я Чашки Разбиваю На ровном Месте Я падаю На ровном Месте Я вижу Плохо Я не знаю Я конечно Могу Там За рулем Я понимаешь Там Квадрик То есть Так Покататься Для себя Машина Полноценная Я понимаю Что это Очень Что я Представляю Опасность На дороге Для себя И для окружающих И я это Осознаю И Поэтому Я боюсь Водить машину Я не умею У меня в семье Никто не водил Машину Даже Особо Проконсультировался Мне говорят Ой да ладно Все нормально Все путем Это легко Первый раз Страшно А потом Все Все хорошо Но я Я очкую Больше всего Боюсь Что я кого-нибудь Собью И меня Посадят В тюрьму А у меня Нет никаких Родственников Кто бы Мне мог Передачки Носить Посылки Меня никто Посылать Не будет И я там Буду В очень Плохом Состоянии Находиться Или Если я Не дай бог Врежусь В какую-нибудь Дорогую Машину Какую-нибудь Там Протараню Мерседес Или там Какой-нибудь Джипар И потом Буду Продавать Квартиру Чтобы Оплатить Все эти Расходы Поэтому Не знаю Машину Я очень Боюсь И не могу Решиться Я все надеюсь Что дядя Руслан Он говорил Вот я куплю Дачу Я ее Отремонтирую Ты там Сможешь Жить Я все надеюсь Что я там Вообще Поселюсь На дачу А эту квартиру Сдам Мне как раз Дача будет Проще Ездить Все-таки Там Ближе Гораза Вот И получилось Что Нифига Дача Она вообще Не жилая То есть Не даже Будет Жилая В летнее Время То есть Зимняя Лама Допустим Там Надо Снег Разгребать Там Надо Печку Топить В зимнее Время Тяжелое Хотя В летнее Время Она будет Жилая А не Жилая А Слово Совсем Там Надо Как Минимум Там Нужно Ставить Вставлять Окна Потому Что Комары Летят Бинокон Нет Они С Железными Заслонками Заслонены Но Там Самый Жирный Комар Протиснется Это Первое И Второе Нет Воды Вообще Если Там Был Колодец Хотя Б Хоть Какой Нибудь Уже Было Хорошо Но Там Нет Воды И Нужно Именно Бурение Колодца Такого Глубокого То есть Самостоятельно Там Докопаться До Воды Дядя Руслан Пытался Как-то Сам Пробуреть Сделать Там Как-то Обессинский Колодец Ни Подумал Там Нет Воды И Там Нет Никаких Источников Даже Я понимаю Там Ну Да Бывает Что Там Нет Воды В некоторых Домах В Александрове Допустим Там Есть Колонки Какие-то Или Источники Вот Или Как-то В Карабаново Воды Источник Там Прям Указать Там Нет Ни Воды Источников Ни Колонок Вообще Во всем СНТ Нет Ни Одной Колон Ни Одного Или Там Поливочная Вот Эта Вода Для Огородов Но Я Уже Пыталась Ей Мыться Так Когда Испачкалась Сильно Дрязи Ну Так На Краяк Да И Там Мыться Можно Но Там Не знаю Голову Там Точно Не Помоешь Подмыться Там Особо Не Подмоешься Про Эпиляцию Можно Забыть В общем И Вообще Забыть Про Человеческий Образ Для Тех Кто Там Если Я Была На Пенсии Это Было Еще Нормально Но Жить В Этом Доме Еще И Работ На Работ Уходить Не Представляется Возможно Вообще Там Так Топ Сидеть И Чать В общем Такие Вот Дела И Тут Все Еще Нет Горячей Воды Нет Традиционно Отпуск Подходит Конц Мне Прям Обильно Мне Кажется Я Стаю На Платформе Пока Поезд Жизни Проносится Мимо Я Ничего Не Сделала Мне Я Только Стали Чешусь Меня И Кусали Комары Ничего Как Не Происходит Вроде Все Хорошо Вот И Мебель Привезли Вот И Все Нормально А Как Ничего Хорошее Настроение Плохое Я Аж Хотела Дум Какие Антидепрессанты Купить Парапить А Потом Читала Во-первых Очень Много Побочных Эффектов